МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известная адвокат и политик из Киева Татьяна Мантян по приглашению Алексея Мозгового приехала на Донбасс. Вместе с ней сделать личные выводы о том, что на самом деле происходит на нашей земле, приехал киевский журналист 17-го канала Дмитрий Филимонов. В Волчевске Татьяна обсудила с комбригом Мозговым положение дел на территории ополчения, пообщалась с местным населением, а затем им организовали поездку в соседний Кировск, в котором с 3 ноября от обстрелов украинской стороны погибло 12 человек. Порядка 10 осталось без жилья, а весь город 2 недели живет без воды. Своими глазами столичные гости увидели масштаб горя, которое принесла на Донбасс развязанная хунтой война. Бьют по домам ночью, я понимаю, там днем как-то можно спрятать. Пол первого ночи, вы поймите, вот посмотрите, дома нет. Сегодня было? Дома все. Сегодня, в пол первого ночи ровно, с градом бьют. Нету ни газа, ни света, ничего же. Две женщины за 60 в доме находились. Упала прямо в дом. Можете представить? Да здесь неподалеку? Неподалеку. Нужно пройти. Вот они. Смотрите. Вот это они стреляют ночью по жилым кварталам. Ночью. Упал первого ночи. Это город Кировск. А вот здесь, в вашем квартале, сколько вы знаете разрушенных домов? Да там у нас один, у нас самый первый, наверное. Ну там окна повылетали. Я Беловоз Любовь Дмитриевна. Какой здесь адрес, еще раз? Улица Комарова, 28. Комарова, 28. А как часто вообще происходит обстрела вот именно в этом квартале, в этом квадрате? Ну вот это началось после выборов. С 3-го числа мы в погребе сидели, как над нами, пролетали. Почему вы думаете, вот именно сейчас начались и почему здесь? Я не знаю. Есть какие-то мысли? Я вообще не знаю. Ну как? Потому что хотят, мне кажется, Донбасс, нас, чтобы мы повыезжали отсюда, побросали все. А мы, пенсионеры, попередохнем, как говорится. А молодежь жалко, вас молодежь жалко, детей жалко. Я уже, ладно, накрыла от меня, накрыла тут. А тут он икона, видите, подперла, оно не упало. То есть вас спасла икона? Да. Дедушки и бабушки. Икона. Вот это его усадьба. Смотрите, вот попадание, вот оно и шло. Вот видно. То есть здесь это град был? Это град, это все полностью град. А, это не минометный. Это не минометный. Нет, нет, это все град. Киевляне разделили обед с ополченцами. Услышали их истории и позиции, которые упорно игнорируют украинские средства массовой информации. А кульминацией впечатлений для гостей из Киева стало сожжение на площади перед ДК «Химик» 7 килограммов наркотиков, которые всего за три дня выявили бойцы спецподразделений бригады «Призрак». За предыдущие несколько лет таких результатов не добивались в официальной милиции. А 2 декабря на глазах у мимо проходящих холчевцев за 15 минут сгорело около полутора миллиона гривен потенциальной прибыли наркодилера. Все, домой ездят. Постановление об обослуждении и однозначенном наказании гражданина Круталевича Владимира Владимировича 9.05.75 года рождения. Это ваше фамилия, имя, отчество. А как вы в плен попали? И был ли он тяжел? Мы сопровождали груз, куда груз был, я не знаю, куда назначался. Я был тяжело ранен, у меня была потеря большой крови, больше всего прибыли. Меня в батальону приедра курина подобрали, вот, и ответлений не мало. Вылечили, выхарили. Вот, ну, то есть что, ну, кормили. А содержание как? Содержание как все, нормальное. Ну, а как все, это с вами еще кто-то сидит? Пленных никого нет. А сейчас есть еще кто? Пленных я не знаю. Вас содержали отдельно от всех? Да, я один в камере жив. А почему, ну, какая была мотивация, когда пошли в Мосгвардию? Ну, у меня старший тым, ну, я его отправил. Первой жене. Хотели его забрать. Ну, а он, ну, только внучку. А как забрать? Ну, не в Мосгварде, в армию имеется в виду? В армию, да, ему 21 год. А я до этого в армии не служил. И сколько вы прослужили от момента, как начали... Полтора месяца. Полтора месяца. Завали в плен. А где еще раз это произошло? Я не могу сказать, потому что я месяца не знаю. Артемовская трасса. Артемовская трасса. А что за груз доставляли? Ну, говорили, что гуманитарный, но я не проверял этот. Мы только это провожали. У вас есть? Сказали, что гуманитарный. А что за груз неизвестного? Гуманитарный, иногда подразумевается, иногда проходит по документам, как ракеты для оградов и боекомплекта. Ну, а в данном конкретном случае? В данном конкретном случае это был груз военной помощи, так называют, скажем так. Те же бойка, начиная от патронов, заканчивая снарядами. Что вы думаете об этой войне? Честно скажу. Конечно, честно. Никому она не нужна. Это горе людям. За которые я сам стал гвардиям. Скажите, а это гражданская война или это все-таки противостояние России и Украины? Россия, да чем Россия воевать в Украине? Если мы братья и сестры, поклонников были, мы произошли от России. Вы когда шли в Назгвардию, вы считали... Я не в Назгвардию. А, вы в СОУ. Я не в Назгвардию. Я был территориальный батальон. Когда я шел в батальон, вот, территориальный, значит, говорили, что здесь, на этой стороне, воюют афганцы, албанцы, чеченцы, даже не их. Вот. В итоге, когда нас там месяц, месяц диспансировался батальон, мы целый месяц дадили бесспорный бедок. Двоих хотели каким-то, я в тапочках, топчик. То есть, не было украинской армии отечественной, воюют афганцы. Вот. Я, надеюсь, не удивлюсь, если я сейчас, дай Бог, попаду домой, живой, здоровый. Я не удивлюсь, что потом мне что-то, что-то украинская сбежала, что-то мне, да, на которую я пошел, как бы воевать. Дело в том, что я накрыл с собой молодого парня, вот, накрыл почему-то. Живой остался? Я уже не помню, я тогда потерял сознание. Ну, когда я терял сознание, я его накрыл собой. Вот. Почему я так и пострадал. А потом, я жалю, у меня муж, что я предполагировал, я вообще, я благодарю Алексею Борисовичу, что выходили, когда они лежат. У меня жена инвалид, я хочу вернуться к ней. У меня еще маленькая ребенок, которые в этом году только в школу прошли. Я хочу вернуться к себе домой. И просто жить. Ну, мы хотим еще, наверное, с Алексеем Борисовичем сказать, что, какие бы у нас не были разные взгляды на происходящее в стране, все-таки лучше общаться даже с людьми, которые кардинально противоположны по взглядам, чем убивать друг друга. Хотя бы ради вот таких вот людей. Многие люди, вот сейчас мы приехали сюда, и многие люди считают даже то, что, вот мы вчера сказали, что Алексей Мозговой идет на то, чтобы отпустить единственного оставшегося военнопленного. Сказали, что это пиар, и как бы обвинили нас в том, что мы приехали сюда для того, чтобы, вам есть что сказать людям, которые так считают? Есть. Я вам скажу так. Когда я первый раз встретился с Алексеем Борисовичем, он тогда еще мне сказал, что вы поедете домой. Ну, это было, я уже не помню, как это было. Ну, когда еще у меня лично, Алексей Мозгович сказал, что вы поедете домой. Дополнение? Да, я единственный, я говорю, Бог, спасибо. Если я в этой рекламе еще не дам тогда, то я возьму, чтобы не обменивать. Это будет. Так, так и будет. Но на это все время. Потому что в стране там и тяжелая автономка, тогда по ней будет все такое. И это время еще доставлено. Я не знаю, кого пиар или не пиар. Пиар больше всего будет, когда я вернусь домой, пиар будет там. У тех, кто будет пытаться, якобы помочь мне. И будет говорить на глазах. Ну, посмотрим. На все воля больше. Возможно, для многих стала откровением история пленного украинского добровольца Владимира, которому спасли жизнь бойцы Мозгового. И которого 2 декабря передал киевлянам командир призрака для возвращения домой. За 97 дней пребывания в плену человек осознал самое главное. И попытался донести это до всех, кто продолжает заблуждаться по поводу истинной подоплеки войны на Донбассе. И участвовать в геноциде против русскоязычного населения. Кульминацией этого визита стал телемост с Киевом, в процессе которого журналисты с Киева, находясь за одним столом с нами, осознал масштаб пропасти, которую искусственно создали между одним народом. Заявленная тема телемоста «Цель – мир» постоянно забывалась из-за упреков и однобокого видения, от которого люди не хотят отказываться, даже услышав свидетельство Дмитрия Филимонова, лично убедившегося в отсутствии российских войск на осмотренной им территории. И в том, кого местные жители действительно считают своими защитниками. Я пожелаю того, чтобы подумали, что не шли брат против брата. Потому что, что здесь чей-то сын, чей-то отец, чей-то брат пошел воевать. Что на той стороне, так же там аналогично. И, поверьте, боль от Тойота в первую очередь у наших жен, у наших матерей. Потому что война, она никому добра не несет. Она несет только разруху, боль, голод, нищету. Человек, который дошел, прошел, попал в плен, ранения пережил такие, что мало кто переживает. Так может быть на сегодняшний день здоровые, которые еще не ранены, в плену не были. Может быть они все-таки начнут одумываться. И как говорили все времена старые, во время гражданской войны, кстык, землю и домой.